Что же будет в моде теплые тулупы? Мы с вами создаем эти тренды. Нет понимания оболочки. Мы с вами влияем на эти бренды. Вот и прошли показы мод в Милане, Париже и Лондоне. И теперь мы можем узнать, что же будет самым трендовым этой осенью и зимой. И пусть буквально недавно наступил март, мы только начали с вами скидывать с себя теплые тулупы. Модные дома работают на опережение. А если вы хотите узнать про весенне-летние тренды, посмотрите мое предыдущее видео. Ссылку на него оставлю в описании. Всем привет! С вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И это традиционное видео про тренды в одежде сезона осень-зима 2023-2024. Я, как всегда, постараюсь быть очень краткой и мы попробуем ответить на следующие вопросы. Тренды в цветах, тренды в тканях, тренды в фасонах и аксессуарах. Для вашего удобства под видео вы найдете тем-коды с названием каждого блока. На этот раз я обозревала такие бренды, как Hermesky, Apparelli, McQueen, Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Valentina и многие другие ссылки на эти показы. Вы тоже найдете в описании, на случай, если захотите изучить их самостоятельно. Ваша поддержка для меня очень важна. Она помогает моим новым видео отображаться большему количеству людей, а также мотивирует меня снимать для вас с постоянной периодичностью и только на интересные темы. Так что буду вам благодарна за лайк, подписку и ваши отзывы в комментариях. А теперь наш поезд отправляется в короткое путешествие в будущее. Что же будет в моде осенью-зимой 2023-2024? Цветовая гамма на показах царила уютная и по-осеннему теплая, хотя, как и в прошлом сезоне, на весну-лето 2023. Но сейчас новый цвет весеннего сезона желтый приобрел оттенок горчичного, а красный стал более бордовым. Черный в процентном соотношении, на мой субъективный взгляд, занимает 80-85% относительно других цветов. Его очень много. Где-то Total Black, где-то в сочетании с белым. Серое, бежевое и коричневое вмешательства также в большом количестве были представлены на подиумах. Неудивительно, если первым делом я назову трикотаж. Логично, что он преобладает над шифоновыми тканями. Меха и кожа тоже в топе. Тут даже не стоит, наверное, останавливаться, так как интересное предпочтение в тканях чаще всего в сезонах на весну-лето, нежели на холодную пору года. Total Denim или вставки с джинса нам также демонстрируют дизайнеры. Лаке в тренчах, брюках и куртках выглядят очень необычно, невзирая на то, что часто в черном цвете. Наверное, самый интересный блок в таких видео, потому что какая разница, какие тренды в цветах, в тканях, если нет понимания оболочки, которую они принимают. Вот самые удивительные акценты, которые подметила лично я после просмотра показов. Очень много нам раз были показаны модели, дефилирующие в шортах чуть выше колена прямого кроя. Тут я решила объединить фасоны юбок, либо откровенные мини, либо юбки до колена миди. Чаще всего слишком короткая длина в нестандартных образах, а те, что подлиннее, подойдут для повседневной носки. Это название впервые упомянула в предыдущем видео, назвав деловые черно-белые образы монашескими или как Уэнсдэй идет в офис. Почему этих образов очень много на мировых подиумах и откуда, вероятнее всего, пришло такое вение, я рассказала в этом весеннем видео. И про аналитику социальных сетей, и про сериал Тима Бертона от Netflix. На осенних показах такое вение сохранилось и раскрылось еще больше. На показе M.U.M.U. было представлено много образов с брюками-лосинами и лосинами. Их было так много, что я решила акцентировать на этом свое внимание. Этот же бренд обращает наше внимание на кардиганы. Их мы тоже наблюдаем в огромном количестве. Коперни же сделали акцент на кейпы. Это были и пиджаки, и платья, и даже верхняя одежда. У Шанел я также обнаружила подобный вид верхней одежды. Еще Коперни освежили несколько образов накладными басками. Не назову это трендом, так как больше ни у одного бренда я не заметила подобной тенденции. Но все же решила упомянуть, так как мне кажется, что этот акцент может привнести свежести в повседневный образ. Такое ощущение, что мы наблюдаем за рождением нового тренда. Изделия будто бы низ от пиджака. Моделей на подиумах в этом фасоне было не так уж и много, но я уверена, что к весне 2024 или даже к весне 2025 подобная идея разлетится по всем брендам. Хочется отметить еще одно новшество. Брюки, переходящие в корсет. А прокомментировать аналогично зарождающийся тренд, который проявит себя в будущих сезонах. На тот нюанс, что длинный подол в одежде встречается у многих модных домов, я обратила внимание сразу. Потому что я сама просто обожаю накидки и кардиганы. Если не в пол, то все равно длинные. На мой взгляд, такой подол, который явно, визуально оставляет шлейф, придает образу роскоши. Такой тренд точно подойдет девушкам подтянутым. Безусловно, выбор за вами, что носить. Однако, если у вас не идеальная или не близка к идеальной фигуре, то от подобного эксперимента я советую отказаться. В таких образах часто укороченный верх, а низ имеет низкую посадку. На показах я заметила свитера с очень объемным рисунком. Такое изделие может быть изюминкой в образе. Да, такие свитера, даже если не люксовых брендов, все равно очень дорогие. За счет объема ниток и сложности и времени вязки. Но если вы приобретете подобный, то точно будете притягивать взгляды. Как новое свежее веяние, хочу выделить одежду из вязаного полотна. Полотно само по себе простой вязки, но посмотрите, как круто оно обыграно, например, в пиджачном изделии. Только мы стали говорить, что объемные вещи потихоньку уходят, сменяются женственными, подчеркивающими фигуру. Нате вам! Но если раньше мы много сезонов повторяли в тренде пиджак а-ля с мужского плеча, то сейчас к этому образу добавляются брюки а-ля с мужского бедра. Ну что ж, в дополнении с такими брюками пиджак действительно смотрится как-то по-новому. Валентина практически всех моделей выпустили на подиум в галстуке. Черном, прямом. Подобный аксессуар не прослеживался больше ни у кого, но показ Валентина, можно сказать, отработал за всех. Это крутой и элегантный аксессуар и тем более уместный, когда в моде офисный черно-белый стиль. Колготки тоже могут быть нескучными. Через них тоже можно транслировать свой уникальный стиль. На подиумах было представлено большое разнообразие цветных колготок, а также кружевных. Не особенно есть что сказать про обувь. Ботинки с высоким голенищем присутствовали на многих показах. Также нам демонстрировали черные ботинки выше щиколотки и промелькнули туфли стиля Мэри Джейн. Головных трендовых уборов как бы и не было. Эрмес несколько моделей выпустили в кепках. Скиапарелли будто бы сделали акцент на широкой повязке. А Шанел очень скромно и в единичном экземпляре намекнули нам на чипец. Если кепки вне моды, у каждого найдется дома хотя бы одна, то повязки и чипцы. Впрочем, будет интересно понаблюдать за их развитием. Конечно, как всегда скажу, что это не все тренды. Какие-то бренды делали акцент на свое ДНК. Например, Баленсиаго демонстрировали образы с гиперболизированными и завышенными плечами. У Эрмес были полностью по-осеннему закрытые образы, без всякого шифона и ярких трусов. Валентина со своими галстуками и практически все модели были с воротником рубашечного стиля. А на показе Шанел нас укутали в уютный твит. Чтобы предполагать, о каких трендах нам говорят дизайнеры с подиумов, нужно следить за неделями моды хотя бы пару сезонов. И насмотренность в тандеме с интуицией дадут подсказки, что же будет в тренде, а что представители модных домов нам показали как свою новинку. Дизайнеры выпускают свои коллекции заблаговременно, а создают их на основе анализа всего, что происходит вокруг. То есть фактически мы с вами создаем эти тренды. Мы с вами влияем на эти бренды. Не все то, что нам демонстрируют на показах, залетает в тренды. Где-то мы еще не готовы, где-то идея неносибельна в принципе, как балаклава, которую нам вбросили в далеком 2019 году. И смотрите, прошедшей зимой мы, обычные люди, не блогеры, не звезды, по чуть-чуть стали носить столь необычный головной убор. Ну что ж, пишите в комментариях, какой тренд вам понравился больше всего. А я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и пока-пока.